Держу и думаю, неужели это я? Удивляется собственной книге, хоть и 30-я по счету. Хорошее оформление, просто чудо. Избранная лирика, что ближе к сердцу поэта, собрал в миниатюру. Ну так мало золотник, но дорог. Дорог, потому что своего рода итог творчества. Не хочется говорить последнее. Обычно меня поправляют, не говори последнее, говори крайнее. Но все равно это точка, заключительная точка в моей литературной жизни. Николай Палькин продолжает писать, но уже не берется за большой формат. Последние стихи умещает в 2, 4 и 8 строчек. Не узнал меня, голубчик, не узнал. Ведь это я. Приглядись ко мне получше, старость верная твоя. Сомневается, удастся ли еще издать книгу. Но не из-за возраста. Спонсоры редко идут навстречу. Уточняя, кто я и откуда, не могу уточнить одного. Есть поэты от Литинститута, есть от Бога, а я от кого? От мамы, сам отвечает. И любит, когда его называют не просто поэтом или писателем, песенником. На его стихи давно кладут музыку. И, не ведая страха, сквозь разрывы и дым... Собрал самых близких. В узком кругу презентует новую книгу. Почему-то это называют презентацией. Я это слово не очень люблю. Я решил, что это не презентация, что это посиделки. С легким восхищением обсуждают творчество Палькина. Где-то, может быть, с юмором, где-то немножечко с сарказмом, где-то серьезно, но настолько оно душевное, то есть настолько воплощение всех своих чувств, своих произведений, так же, как саратовская гармоника. Ведь только переборы саратовской гармоники могут звучать таким образом. Но если Бог творил твой образ, то дьявол тоже не дремал. Они отчаянно боролись и над тобой трудились в сласть. Не даром ангельская кротость прикрыла дьявольскую страсть. Обаятельный и остроумный. С удовольствием воспринимает на слух собственную рифму, которая ему, признается сам поэт, надиктована свыше. И листопад, и снова листопад. Не отменить печаль и грусть природы. Не листьев жаль, пускай себе летят. Жаль, вместе с ними улетают годы. Юлия Конькова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.